Вы матерый инди-разработчик, ну там, C-Sharp знаете, JavaScript, кучу других страшных слов, и вот настал тот момент, когда вы решаете сделать игру пятилетки. Только вот 3D-моделек для вас запилить некому. Не беда, вам поможет криворукий моделлер. Я расскажу вам, как быстро и безболезненно слепить 3D-контент для вашего шедевра. Меня зовут Дмитрий, понеслась. Правило, правило, правило. Делать надо так и никак иначе. Ты должен то, ты должен это. И тут автор подобных комментариев достает голову из задницы и такой, эй, это же я должен был написать, не отбирай у меня мой сладкий хлебушек. Ладно, обижать братьев наших меньших вроде бы как нехорошо, так что не буду. Но в любом случае к теме сегодняшнего видоса я подойду как обычно. То есть криворуко, без дрочки на точность и прочих атрибутов крепкого сна во время туторов. Особенно, когда это касается развертки. Напомню, что в прошлых трех с половиной частях мы соорудили простецкую хижину для игр жанра «Первая игра, строго не судите». Именно ее мы будем сегодня разворачивать. Нужно это в первую очередь для того, чтобы на вашу модель текстурки легли без регистрации и смс. Мы не будем пользовать какой-то левый софт, только потому что нажатие двух кнопок там реализовано как-то иначе и провернем все в максе. Но перед началом мы сделаем еще пару мелочей. Ну так, чисто для удобства. Просто возьмем и приатачим крышу к наружной части дома. И точно так же приатачиваем в один объект потолок с полом. И все, теперь мы готовы заниматься самым муторным процессом в создании кривых моделек. Начинается все с того, что мы выделяем наружную часть дома, идем в свиток модификаторов и применяем заклинание Unwrap UVW. Клацаем на Open UV Editor. В появившемся окне выделяем всю эту полигональную кашу и убираем в сторону. Именно здесь мы и провтыкаем большинство времени. Чтобы увидеть, что у нас получается, не плывут ли текстурки и какого они масштаба, можно врубить отображение чекеров. По дефолту есть вот такой вариант с циферками и прочей шелухой. Ну или такой простецкий для любителей классики. Я все же остановлюсь на первом. Еще это дело можно поднастроить. Например, увеличить тайлинг, чтобы чекать происходящее на мелких детальках. По сути, нужно добиться того, чтобы чекер ложился ровно и все его квадратики были квадратными, а не как вот здесь, например. Размазано, перетянуто и хер пойми, что вообще происходит. Если в окне эдитера чекер вызывает кровотечение из глаз и вообще мешает, то его отображение можно вырубить. Да и ни к чему он здесь. Итак, начнем с крыши. Выделяем один ее полигон и тыкаем на Quick Planner Map. Все, убираем в сторону. Можем заценить, как лежит чекер на этом полигоне. И видим, что ничего не размазано, клетки имеют форму квадрата, без уплывших фиг пойми куда ромбов, как вот здесь, например. Ну и проделываем ту же операцию на остальных ее поликах. Именно таким способом мы и будем разворачивать все плоские части. И вы уже, наверное, заметили, что у дома их туева хуча. Как вот эти стены, например. Берем полигоны передней и жмем все тот же Quick Planner Map. Наружные стены мы будем складировать в отдельную кучу. И так с каждым элементом. Разворачиваем и сортируем по кучкам. Типа крыша в одной, стены в другой, ступени в третьей и так далее. Потом будет проще понимать, что и откуда. Для фундамента организуем отдельную паки. Тоже выделяем полигоны и жмакаем Quick Planner Map. Если присмотреться, то видно, что здесь чекер не совсем квадратный и слегка вытянут. Это потому, что мы проецируем на плоскость, а тут у нас как бы не совсем плоскость. И есть небольшой изгиб сверху. Каждый лечит такую шляпу по-своему. Кто-то юзает Peel Mode, но он скорее для более сложных деталей. Я обычно пользую Relax. Клацаем и видим чудесное исцеление. И то же самое делаем на остальном фундаменте. Вот эти полики снизу можно было разворачивать каждый отдельно. Но для ускорения процесса мы выделим их все, применяем Quick Planner и тоже релаксим, потому что все вместе они образуют не совсем плоскость. Потом выделяем, допустим, горизонтальные полигоны и отделяем их с помощью Break. После чего разворачиваем на 90 градусов. То есть все эти планки теперь имеют единое направление. И при наложении текстуры дерева, например, все волокна будут идти тоже в одном направлении. Типа такой небольшой лайфхак. С навесом тоже ничего нового. Тут как бы два плоских полигона. Что нового можно придумать? Спрячу-ка я все остальное и начнем ковырять ступени. Разворачивать их будем по группам сглаживания. Если этот термин для вас новый, то добро пожаловать в прошлый видос. Боковинки плоские, их просто обмазываем Quick Planner. А вот на самих ступенях у нас все плывет. Так что вдобавок пользуем релакс. То же самое и на этих выпуклостях. Для ускорения процесса выделяем сразу все горизонтальные. и разворачиваем их с релаксом. Аналогично поступаем и с вертикальными. Остались только вот эти узкие полигоны, которые мы развернем с помощью флэтен мэппинга. Вот такие кривые штуки можно выровнять с помощью Straighten Selection. В результате этого текстурка может слегка потечь, но это не критично на таких мелких деталюшках, так что пофиг. Вот эти длинные хреновины у нас принадлежат крыше. Ну а мелочь на весу. Получается несколько таких кучек. Поковыряем каждую отдельно. Выделяем полики крыши и тыкаем на Rescale Elements. Эта магия делает их одного масштаба. И так как это одинаковые и довольно большие детали, мы наложим их друг на друга в целях экономии места на нашей текстуре. Врубаем привязку в правом нижнем углу и насовываем эти штуки друг на друга. По сути то же самое можно сделать из кучи одинаковых планок, но это уже на ваше усмотрение. Как мне кажется, времени вы потратите больше, чем сэкономите текстурного пространства. Плюс резко сократите уникальность и увеличите количество повторов каких-нибудь фишек, типа потертостей или пятен на текстуре. Пакуем все это дело более-менее компактно. Но сильно не напрягайтесь. Все равно потом в конце все расставлять. Точно та же хурма и с остальными. Выделяем, делаем Rescale и располагаем поудобнее. Ну и помним о направлении. Как видите, ступени у меня имеют горизонтальное положение. Хотите сделать вертикальное? Пожалуйста. Но только все. Хотя если будете насиловать текстуру бетона, например, то на такие моменты можно и положить. И следите за тем, чтобы куски развертки не налазили друг на друга, как вот здесь, например. А то будут всякие непонятные швы и артефакты ядрить их в корень. Стены то же самое. Rescale, упаковка. А вот эти планки принадлежат крыше. Но я их завтычил, так что исправим. Просто Rescale еще раз вместе с крышей и сваливаем все в одну кучу. Отображаем все остальное. А вот эту уже развернутую херобину можно и спрятать, чтобы не мешало. Для потолка с полом используются все те же инструменты. Там всего два плейна, что может пойти не так. Единственное, что отделим полигон самого потолка, а потом вот эти планки, чтобы задать им одно направление. Так же применяем Rescale и пакуем. Тоже убираем в сторону. Только раскидывайте эти кучи так, чтобы они не наложились уже на ранее развернутые, дабы не пришлось потом все это дело разгребать вручную. Это нам пока не надо, так что спрячем. Теперь очередь внутренних стен. Применяем Unwrap UVW, открываем эдитор и нихрена не видим. Такое тоже бывает. Можно просто взять все полигоны и применить Quick Planner Map к одной из осей. Например, Y. Ну а дальше все то же, что и до этого. Взяли одну стену, развернули, убрали в сторону. Если не уверены в том, что у вас там получается и получается ли вообще, можете врубить отображение чекера. В целом процесс развертки дома не особо-то и блещет разнообразием. Мы тупо повторяем одно и то же на разных плоскостях. Будь то пол, стены, потолок или крыша. Снова все тот же Rescale и собирание всего в кучу. Есть, конечно, вариант автоматической упаковки, но работает она не всегда так, как хочется. Дальше по списку у нас мелкая шантропа, у которой нету копий. Ну, это типа дверной проем на кухне и на входе, плентуса, мелкое окно и всякие планочки на крыше. Все это мы оттачим в один объект. Если у вас также все растянуто хер пойми насколько, примените Quick Planner Map на это дело и сдвиньте в сторону. Начнем с окна. У стекла два одинаковых полигона, так что фиг с ним, пускай накладываются. А дальше все по накатанной. Скругленные части обмазываем Quick Planner, а потом релаксим. Те же пироги и на оконной раме. И да, не забываем, что это тоже планки и все они должны быть в одном направлении. В вертикальном или горизонтальном это уже вам решать. Остались только плоские полики, так что их можно и флэтен мэппингом развернуть. Теперь для всего этого окна применяем Rescale и также более-менее компактно собираем. Дальше дверной проем. При выделении областью можно столкнуться с такой херней, когда полигон, которого мы не видим, не хочет выделяться. Чтобы такого не было, просто отключите Ignore Backfacing, который активен по дефолту. И поехали. Порог релаксим, так как он не плоский. Ну а остальное это просто три полигона. Юзаем Quick Planner Map на каждом. Вертим. Рискейлим. Пакуем. Блин, да чего же однообразное занятие. Не так-то просто сделать по нему раздолбайский тутер. Что делать с проемом на кухне, я думаю, вы догадываетесь. Потому что если нет, то вас долго, очень долго нужно, блин, лечить. Следующими под руку попались вот эти хреновины на крыше. Активируем Select by Element для выделения объекта целиком, но я думаю, это понятно из названия. Собственно, выделяем все это дело и применяем Flatten Mapping. Получается вот такая борода. Место занимает много, хрен куда пристроишь, так что нафиг это дерьмо. Берем эти полики и отделяем с помощью Break. После чего пользуем Straighten Selection. И то же самое вот здесь. После Flatten Mapping Riscale делать не обязательно, ибо он делается автоматом. Так что сразу сгребаем все в кучу. Оставшиеся плентуса тоже можно развернуть в несколько кликов. Выделяем горизонтальные полигоны. Сначала Quick Planner Map, потом Relax. Повторяем эту фигню на вертикальных. Делаем Rescale. И жмакаем на автоматическую упаковку. Как я уже говорил, не всегда она работает так, как вам хочется. Но зато быстро. И напоследок у нас остаются хреновины, имеющие клонов. О том, как сделать, чтобы все работало, я задвигал в прошлом видосе. Так что просто приступим к развертке всего этого безобразия. Стартанем с окна. И знаете, чем отличается процесс развертки этого окна от того, которое мы делали до этого? Ничем. Абсолютно то же самое. Ну да, появилась перегородка по центру. Разворачивается она так же, как и остальная оконная рама. То же самое касается и пакования. И после того, как мы уже миллионный раз пережили все эти операции, смотрите, что делаем. Выбираем Collapse 2 и соглашаемся с угрозами. Теперь тыкаем на эту мелкую кнопку, чтобы сделать наш объект уникальным. И приотачиваем к нему остальные окна. Если эта кнопка у вас не активна, значит вы не видели прошлый видос и сделали все еще более криворуко, чем у меня. Но зато по-своему. Следующими под нож ложатся наличники. Думаю, все эти действия уже должны получаться на автомате. Не забываем о релаксе, так как это неровная плоскость. И прорескейл, само собой. Ну и та же история с коллапсом. Затем Make Unique. И оттачим остальные наличники. И сразу можно приоттачить все это дело к уже развернутым окнам. Мне вообще стоит что-то говорить об этих наличниках. Потому что если стоит, то вам и правда не нужно даже начинать этим заниматься. Ну не знаю, сходите, например, купите набор развивающих игрушек. Ну знаете, такие, где нужно вставлять фигурки в правильные отверстия. Очень клевая штука, до сих пор такими пользуюсь. А помните, как мы разворачивали проем на входной двери? Во были времена. И знаете, с тех пор в процессе ничего не изменилось. Ну и так же оттачим остальные копии, а потом уже развернутые элементы. Вот эту шляпу развернем с помощью флэттен мэппинга. Для поручня, казалось бы, нужно как-то по-хитрому извернуться. Но это только кажется. Уберем в сторону этот обвисший хобот и врубим отображение чекера. Выделяем верхние полигоны. Применяем Quick Planner Map. Можем заценить, что текстура у нас слегка растянута. Но исправляется это старым добрым релаксом. Те же пироги и с нижней частью. Ну а то, что осталось, советую выделить полностью и развернуть с помощью флэттен мэппинга. Ну то есть не только вот эти мелкие части, а и боковые тоже. А то я чё-то решил срезы развернуть так, а бока Quick Planner'ом. Наверное, в этот момент я думал о том, что лето за окном, а я сижу и разворачиваю вялый хобот. И уже в который раз повторюсь, не забывайте про Rescale и направление. И снова делаем Collapse 2, Make Unique, приотачиваем второй поручень и остальные развернутые штуки. Остаются у нас только трубы. Начнем с мелких. Здесь вообще только релакс применяем и тупо все. Можно оттачить остальные. Повторяем то же самое и на этих двух длинных трубах. И это почти финиш. Все элементы у нас развернуты. Отображаем все, что мы прятали до этого и конвертируем в Editable Poly. Для того, чтобы продолжить веселье, берем и оттачим все в один объект. И снова накидываем модификатор Unwrap UVW. Открываем UV Editor и видим все, что мы на разворачивали. И начиная с этого момента у вас есть выбор. Воспользоваться автоматической упаковкой и пойти варить мыло в ближайшую прогу по текстурированию. И я не гоню, так многие делают. Да что там, иногда и я так делаю для превьюшек и роликов. А народ думает, что я как-то там разворачиваю и текстурю модельки за кадром и не показываю этого. Открою вам страшную тайну. Иногда я просто применяю Flatten Mapping ко всей модели и обмазываю все однотонными текстурами, найденными по запросу в гугле «Текстура металла скачать». Ну а на второй вариант давайте посмотрим. Сначала разложим все эти кучи примерно так. Это чисто для удобства, не больше. Затем выделяем каждую из них и жмакаем на эту кнопку. Это колдунство объединяет все в отдельные группы. Нужно это для того, чтобы сделать рескейл всех элементов модели, чтобы они при этом не рассыпались и остались в том же виде, в котором мы их упаковали. Но если после рескейла группы залезли друг на друга, выделяем один из ее полигонов, давим на эту кнопку, чтобы выделить группу целиком и убираем в сторону. Итак, у нас все сгруппировано, расставлено, что дальше? Логично, что упаковать в этом квадрате, но дом это хреновина не маленькая, и вы опять же рискуете получить мальцо в итоге. Адекватным выходом будет собрать несколько разверток и обмазать модель несколькими текстурами. А вот на сколько частей разбивать, это уже личные половые трудности каждого. Чем их больше, тем текстурки четче. Тем хреновей это для оптимизации игры в целом. Так что чем жертвовать, это уже на ваш выбор. Я остановлюсь на двух частях. В одну я упакую все стены, а во вторую остальное. Просто берем и начинаем собирать. Помним, что выходить за границы этого квадрата нельзя, и если нужно что-то отмасштабировать, то мы выделяем вообще все и только потом уже масштабируем. И когда все собрано, убираем в сторону. То же самое делаем и со второй частью развертки. И да, это занимает определенное количество времени. Потыкайтесь, попробуйте разное расположение. Такого в тутерах не учат. Здесь немножко соображалку нужно включать. После того, как мы все собрали, выделяем эту часть и выбираем Collapse 2. После чего переходим в режим полигонов и детачим выделенное. Потом снова накладываем Unwrap и ставим на свое место развернутые стены. Теперь остается только назначить на каждую из частей отдельный материал. И помимо этого я назначу отдельный материал для стекол. Так как делать я его буду не впроге для текстурирования, а соберу уже в самом движке. И по сути это уже можно экспортировать и начинать разукрашивать. Но напоследок я сделаю одну штуку, которая окончательно подорвет пуканы профессиональных диванных моделлеров и текстурщиков. Применяем Unwrap на ту часть, где до хрена деталей. Откроем эдитор и вынесем за пределы текстурного пространства всю нашу мелочевку. Ну типа оконные рамы, дверные проемы, плинтуса, ступени и прочий мелкий хлам. Стекла можно оставить. И после этого тупо увеличим их масштаб. Так мы заполним еще больше пустого пространства и сделаем эту шантропу чуть менее мыльной. Распихиваем все это дело обратно. И можно начинать экспортировать. Кстати, в последнее время довольно часто натыкаюсь на вопрос в духе «Чувак, а как ты экспортируешь модели в движок?» Сделай видос на эту тему. Окей, смотрите внимательно. Выделяем всю нашу модель, нажимаем «Файл» и теперь, внимание, здесь очень легко ошибиться. Наводим курсор мышки на «Экспорт» и давим на «Экспорт селектед». Обзываем как-нибудь нашу модель и сохраняем в формате «FBX». Где какие галочки воткнуты, вы, я думаю, видите. Ну а в самом движке, соответственно, «Импорт», ищите «Файл модели» и жмете «Окей». Фух, это было потно. Но все уже позади. В итоге мы проделали довольно нудную, но от этого не менее важную работу. И всего 1000 лайков отделяет нас от видоса по текстурированию. Разумеется, все это дело можно было сделать и упаковать более компактно. Кто-то скажет, что в UV-лейаут это можно было сделать намного быстрее. Ну, точнее, это скажет либо состоятельный человек, купивший данную софтину, либо недалекие дегроды, спиратившие сию прогу. Я как бы тоже не святой, но при этом не стучу в комментах ногой в грудь и не агитирую заворованное программное обеспечение. А что касается самой UV-лейаут, то мне кажется, что как для прокачанного модификатора из 3D Max ценник в 200 баксов довольно не кисло. Но в любом случае, пишите в комментах, что вы об этом думаете. Также не забывайте вступать в группы ВК Игроделы и 3DMSV. Там вы найдете еще больше туторов, причем не только по моделированию. Ставьте лайк, если понравился видос, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Гребаный колокольчик не забывайте теребонить, чтобы первыми заценивать видосы. С вами был криворукий моделлер Дмитрий. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok